Итак, какие же все-таки существуют риски, связанные с покупкой квартиры, купленной на материнский капитал? Какие реальные риски возможны при приобретении квартиры, купленной продавцом с участием кредитных средств? Отсутствие четкого законодательства, регулирования и надлежащего контроля за целевым используемым средств материнского капитала нередко создает возможность злоупотреблений. В так случае погашения кредита гражданин зачастую не может или не хочет выделить доли в приобретенной квартире своим детям. Так как право на объект может быть еще обременно залогом в пользу банка. Как правило, залогодержатели, то есть банки, не дают возможности заключить соглашение о наделении детей долями до полной выплаты кредита. Если собственник продает такой объект, возникает ряд проблем. При этом далеко не все продавцы рассказывают, как приобрели такой объект и скрывают, что использовали маткапитал и не выполнили обязательства перед пенсионным фондом. Контроль под сделком с привлечением средств материнского капитала несовершенен. Будущий собственник не может, самостоятельно привлекая продавца, проверить необходимую информацию и сделать однозначно вывод о рисках при приобретении жилого помещения. Целевое использование средств материнского капитала контролирует прокуратура, которая может инициировать судебный иск как к родителям, так и к покупателям квартиры. В настоящее время судебная практика по таким делам только формируется, и говорить об однозначности подходов пока рано. Друзья, если вам понравилось это видео, есть вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал, я буду рад ответить на любые ваши вопросы. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!